Гуриев и вообще Российская экономическая школа были всегда таким заповедником или кузницей кадров для наших либералов. То есть там всегда был такой мозговой центр, где готовились либерально-мыслящие экономисты, которые нанесли большой ущерб нашей стране в 90-е годы и продолжают наносить его в 2000-е годы и сейчас. То, что этот человек куда-то эмигрирует и что уезжает, это просто закономерный итог всей его жизни. Он мыслил, так сказать, западными категориями, вот на Западе он и должен оказаться. Если бы он еще с собой прихватил всех своих учеников и всех сторонников либеральной идеи, и пускай бы они там поселились где-нибудь в Лондоне и хлебнули бы жизни третьего класса, ну, так сказать, третьего сословия или людей третьего сорта, потому что именно так относятся англичане к этим эмигрантам, то, с одной стороны, они бы поумнели все и, может быть, мы через 10-20 лет увидели бы множество книжек, где бы люди раскаивались в своих идеях и том, что они делали, что было бы полезно. С другой стороны, стране бы нашей было легче, они бы не засоряли своими интеллектуальными вирусами интеллектуальную атмосферу.